В первом случае у меня будут гораздо более серьезные требования, так как претензия на пользу. Так, стоп, на что ты претендует-то? Типология? Так, на истину и то, что он занимается реальными научными исследованиями, или же он просто занимается типированием по определенной типологии, которая приносит пользу. Ну и пользу тоже, кстати, надо подтвердить некоторыми, в общем-то, методами. Если ваша польза не подтверждается некоторыми методами, ну это хуйня полная получается. Ну, проблема заключается-то именно и в том, что и теория как-то проверяется, да, но с теорией сложнее, теорию невозможно доказать, в принципе. Я уже вам рассказывал, почему, да, доказательство теории это практически нереальное событие. А с практикой все значительно проще, потому что вы там работаете с категорией эффективности, а категорию эффективности измерять легче, значительно легче. Просто вот, ну понятно, вот, блядь, дом стоит-стоит, там буря ебнула, дом стоит, все отлично. Там, не знаю, град ебашит, не знаю, по крыше дома, и крыша не ломается. Еще раз град хуярит, и опять крыша не ломается. Там вы выстрелили из лука в крышу, крышу стрела не пробила. Вы выстрелили в стену из лука, и стрела не пробила эту стену, например. Да, вот вы понимаете, охуенный дом хорошо построен. Вы понимаете, какой эффективный, какой неэффективный, для каких целей, смотрите, что куда и что вам конкретно полезно. С практикой все очень просто, ну, просто практики очень много и очень много очень разные, поэтому, ну вот. В первом случае у меня будут гораздо более серьезные требования, так как претензия на истину более сильная, чем на полезность. Ну, да, да. Только проблема заключается, вот, например, у архетипа, на мой взгляд, проблема заключается в том, проблема заключается в том, что у них и на полезность никаких исследований нет. То есть, понятно, что относительно истинности той или иной типологии соционической, да, той или иной школы соционической, но это все доказать, как бы, практически невозможно. Ну, шо, я, вы стреляете очень много. Очень-очень-очень-очень много стреляете. Нет, конечно, может быть и не может и не повезти, всякое бывает, шо, я, это да, действительно. Они вообще не занимаются исследованиями, реально, в этом проблема. Ну, вот. Все их обоснования полезности, это личный опыт и отзывы клиентов. Именно, и это хуйня. Все это на полезность можно проверять, и у них, в принципе, есть ресурсы для этого, люди есть. Но они не хотят этим заниматься, они хотят ничего выписывать, записывать. И даже Александру Кускову, которая этой хуйней хотела заняться, они своего сообщества выкинули, напоминаю. В этой статье я выскажу ряд претензий, в которых обосную, почему теория архетипа не соответствует тем требованиям, на которые претендует, и укажу на проблемы их методологии. Отсутствие статистики. Статистика не является 100% доказательством теории, ну, да, ничто не является. Однако, выступает в роли эмпирического материала, которым можно продемонстрировать другим, для того, чтобы подтвердить, что результаты, которые вы получаете, это не просто ваша выдумка и фантазия, личный опыт, а реальные данные, которые можно подтвердить и использовать в исследованиях. Более того, вы хотите статистику для подтверждения теории здесь использовать, да, на мой взгляд? Так вот, статистика, она наоборот хороша для практики. Вот в чем дело, Вячеслав, да? То есть вы хотите как-то статистику к истине привлечь, но на самом деле статистика лучше работает для практики. Это один из методов, по сути, измерения прагматичности, практичности того, что вы так или иначе сделали, по большей части. Ну, например, вы берете лекарство, вы берете лекарство, там, симбикорт, допустим, берете, там, не знаю, 50, 40, 100, 1000 миллион астматиков-инвалидов, даете им симбикорт и смотрите, в каком проценте он работает, в каком проценте у людей наблюдаются какие-то побочные эффекты, смотрите, насколько вредно это, собственно, лекарство, смотрите по бочке, не по бочке, потом сравниваете с какими-то альтернативными способами воздействия на астму и говорите, так как симбикорт самое эффективное, что у нас есть, например, побочек, как бы, меньше всего и при этом эффект наиболее сильный. Вот берем его, например. Приблизительно так же, приблизительно так же неплохо было бы отработать и по соционике, то есть у нас есть система соционических типов, и у нас есть определенные предсказания по тому, как те или иные соционические типы будут работать. У нас есть четкая система определения этих типов, окей, и в рамках этой системы определений мы можем, как бы, соотносить тип и желательную работу, которую человек должен выполнять. И у нас действительно, допустим, есть некая статистика, мы ее подвели, мы измерили степень эффективности работы человека тем или иным типом на данной работе. То есть мы измерили его, допустим, КПД по каким-то более-менее математическим критериям. Ну, например. Ну, шуе, такое тоже может быть, такое тоже может быть. Прожирала же прожилательную работу это лол, ну и рэн. Ну, вы же понимаете, что это, наверное, одна из основных категорий, по которой они зарабатывают бабки, мне кажется, с своей соционикой. То есть у них же набор персонал... Да, одна из функций, которые они выполняют в своей соционике, это набор персонала. И мне бы, например, как потенциальному работодателю, было бы интересно узнать, насколько их результаты реально коррелируют с теми указаниями, на которые вот они говорят. Вот, например, я не знаю, Наполеону лучше работать, не знаю, вот здесь. А вот, например, Гамлету лучше работать вот в этих областях. А вот этому хуесосу лучше работать вот тут. Вот если бы были проведены реальные статистические исследования на достаточно больших группах людей, вот это было бы классно. Пока что вся статистика, что они собираются, находится только у них в голове, и мы вынуждены верить им на слово, что они реально протипировали 8 тысяч рублей и собрали множество наблюдений. Так, проблема еще заключается в том, что даже если они протипировали 8 тысяч рублей, это не значит, что они собирали какую-то статистику и делали какие-то результаты. То есть, понимаете, в чем дело? Вы можете миллион людей протипировать. Только если вы, ну, ничего не записываете, у вас нету критериев, по которым вы оцениваете это типирование, если у вас нету нормальных записей, документации, если у вас нету нормальных, соответственно, критериев оценки, ну, все эти 8 тысяч людей с точки зрения исследования носят нулевую значимость. Ну, для начала, Вячеслав, да, можно собрать небольшие выборки людей. Например, там, не знаю, собрать по 10 людей каждого типа. Да, это 160 человек. По 10 людей каждого типа собрать. По 10 людей каждого типа собрали, посмотрели, есть ли какие-то корреляции. Отсутствие сходимости результатов у тех, кто у них обучался. А вот это, кстати, пиздец. Если это правда, это пиздец на самом деле. Потому что, блядь, это кринж. Это, блядь, кринж, потому что это пиздец. Так вот, это свидетельствует об отсутствии проработанной методики типирования адекватного обучения. Также по свидетельствам людей, которые проходили их курсы, на них не содержится какой-то новой информации, которой бы не было на основном канале. А вот теперь с вас, Вячеслав, неплохо было бы статистику взять. То есть, если вы сейчас базируетесь не только на мнении Александра Кусковой, да, если, то есть... Смотрите, понимаете, понимаете, о чем я, да? То есть, если в вашу статистику входят не Александра Кускова, например, одна, а там несколько, например, человек, действительно, да, допустим, они обучили человек, там, 20, у вас из этих 20 людей... Это хорошо. То есть, если вы действительно соберете данные по этому поводу, вы их реально можете разъебать, потому что на самом деле очень хорошая, очень хорошая вещь, которая вот со стороны кажется, да, это то, что их система хорошо проработана. И в рамках их методологии типирования, да, в рамках методологии типирования, люди, соответственно, получают хотя бы одни и те же результаты по типам. Это уже как бы, это хоть что-то для начала, да, это уже хоть что-то для начала. Какого бы соционика, обученного у Тимура и, например, собственно, Катерины вы бы не взяли, вроде бы, да, подразумевается, что вы всегда будете получать одни и те же результаты на одних и тех же людях. Приветствую, Ромал Нерро, рад видеть. Так вот, вот это уже хоть что-то, да, то есть вы реально получаете типы, которые в кавычках являются, ну, как бы сказали сайентисты, объективными, объективными они являются, да. Вот, вы понимаете, объективными, объективными, то есть независящими от нашего субъективного мнения. Например, да. Вот, то есть если, если, ну, как они претендуют свою методологию, то есть репрезентуют Тимура и Катерина, да, то есть то, что вот каждый человек, который ее использует, включая их самих на одних и тех же людей, будут получать одни и те же результаты, да. Вот, это вполне так себе объективно с точки зрения того, как это слово используют большинство сайентистов, и там и психологи в том числе, и многие другие люди. Ну, это вполне так, я бы назвал это интерсубъективным, но в рамках большинства дисциплины, даже большинства наук, вот такого рода объективность, она везде есть там. Понимаете, она во всех этих дисциплинах, вот это было бы вполне объективно в хорошем смысле. Нет, Анна, если спрос есть, это не значит, что работа эффективная. Это очень серьезно, вот это очень серьезное обвинение от Вячеслава, серьезно. Это, наверное, самое серьезное обвинение, ну, пока, ну, отсутствие статистики понятно, это тоже серьезно, но это прям бьет в самое сердце, в самое сердце их подхода, на самом деле. Если это действительно хорошо и качественно репрезентировать, хорошо вот так вот показать со всех сторон, ну, это разъеб. Ну, конечно, там Тимур, Катерина могут сказать, так это просто они плохо учились нашему методу, это мы, соответственно, мы-то все знаем, у нас-то всегда одни и те же результаты. Так, теперь надо будет проверить, что у вас всегда одни и те же результаты, кстати, было бы неплохо, да, если бы мы брали и анонимно проводили эти тесты, которые они проводят постоянно. То есть взять много анонимных тестов и чтобы на одних и тех же людях, да, чтобы на одних и тех же людях этот же самый Тимур показывал одни и те же результаты с вероятностью хотя бы, ну, выше 50% угадываний. Ну, как 50, там 16 типов, да, то есть выше 1,16 угадываний точно должно быть лучше, выше 50% угадываний. Чтобы Тимур сам не ошибался, например, вы не знаете, ошибется он или нет, на самом деле, понимаете, в чем дело. Если вы проведете эксперименты с Тимуром и Катериной, если вы проведете эксперименты с Тимуром и Катериной, вполне недостоверно известно нам заранее, что они будут, даже они вдвоем будут одинаково оценивать одних и тех же людей, если они будут перед ними анонимно, эти люди, понимаете, представляться. Вот. А такая проверка была бы нужна. Ну, Тимур неоднократно перетипировал как клиентов, так и знаменитостей, но это ввиду изменения методологии, окей, Вячеслав, давайте так. Это возможно из-за изменения их методологии, вот так вот пусть будет. Но давайте берем одну и ту же методологию в один и тот же момент времени. Вот что нам нужно, да. Если сам Тимур в один и тот же момент времени одного и того же человека сможет протипировать по-разному, это значит, что нету никакой, в кавычках, объективности, за которой они цепляются. Если он скажет человеческий фактор, ну, мы так посмотрим, насколько действительно это человеческий фактор. То есть, если бы Тимур действительно дал возможность над собой провести такой опыт, это было бы, во-первых, очень исследовательски честно, во-первых. То есть, он бы показал, что он настоящий исследователь, который готов к тому, чтобы его метод испытывали. Это было бы очень благородно и естественно, это было бы очень классно, да, с одной стороны. В случае успеха он показывает, что его методология объективна, и он к этому опыту может возвращаться потом огромное количество раз и говорить, а вот вы посмотрите, у нас тут был вот такой вот эксперимент, закрытое исследование, да, слепое исследование у нас было, проверки метода. То есть, у нас есть типы, и мы эти типы всегда определяем объективно. То есть, вот один и тот же человек является обладателем одного и того же типа, причем уровень объективности здесь на уровне психологии или социологии не меньше на самом деле. То есть, вы уже можете понимать, насколько, если он пройдет такую проверку, объективно к чему? Объективно в смысле независимо от нашего субъективного опыта. Вот сталкер, да. То есть, кто бы ни взял этот метод и правильно его не использовал в таком случае, если Тимур пройдет это испытание. Вот при правильном использовании этого метода вы всегда будете получать одни и те же результаты или очень похожие. Тут как бы вот, на самом деле, на мой взгляд, реально, если Тимур действительно уверен в том, что его методология работает, вот ту проверку, которую я сейчас обозначил, ему, по-моему, просто обязательно пройти, организовать центром архетип такую проверку вместе всем, да, я там, не знаю, собрать несколько человек, собрать несколько человек абсолютно разных типов и несколько раз, раза 3, 4, 5 пройти типирование в анонимно, анонимно пройти типирование. Если количество ошибок будет равняться 1,16 или больше 1,32, там, 1,64, ну, у него не рабочая методика, проще говоря. Если оно будет больше 1,16, тут уже и будет о чем поговорить. А если оно будет 100%, если Тимур в 100% случаев, в 100% случаев будет определять типы, это просто браво, это просто браво, блядь, это маэстро. То есть магистр придумал реально хороший рабочий объективный метод типирования, который позволяет, ну, как минимум, определять в кавычках эти типы, не важно, что они обозначают в человеке, но важно, что они какие-то независимые. Но тут другой вопрос, что мы вряд ли получим 1,16 при тех исследованиях, которые мы сможем провести, потому что, ну, максимум там наберется, не знаю, человек 16 для этого опыта, допустим, по разных типах, и будут несколько раз проходить типирование через Тимура. Ну, я согласен, что я, вот я о том же говорю, если они реально соберутся, проведут исследование где-то со 100 человечками, и у них будет результат значительно больше 1,16, так, значит, на самом деле я бы им в таком случае кафедру в университете выдал, в БФУ кафедру бы можно было сделать, кафедру соционики. Я по факту говорю, потому что, блядь, социология и психология, они вот так вот и работают, блядь, понимаете, в чем проблема? В этом и заключается нюанс. То, что, вот, например, социология со своими, там, вот этими, блядь, всякими взаимодействиями, всякой вот этой вот хуйней, то есть она же тоже не имеет отношения к каким-то вот штукам, которые можно ручками потрогать, да, там тоже какие-то вот общества, социум, хуйоциум, блядь, кейсы, хуейсы у них там разные разбираются, абстрактные, и они вроде бы указывают на что-то, в кавычках, объективное, потому что они могут репродуцировать этот результат постоянно. Если, вот, Тимур докажет, что они могут репродуцировать этот результат постоянно, это реально заслуживает, ну, как бы, наличия кафедры в университете, на мой взгляд. Это делает соционику, ну, в социологическом смысле наукой. Это реально делает соционику наукой. В тот самый момент, когда он пройдет это испытание, которое мы сейчас назначили, это делает соционику, ну, наукой, которую не признают не по заслугам, а потому что у людей предрассудки в головах, потому что люди шизы ебаные. Ну, кафедру можно будет открывать, если найдутся какие-то реальные корреляции между типами и способностями, характером человека. Но вообще сам факт существования типов уже говорит о том, что есть корреляции между людьми и типами этими, да, то есть, в кавычках, есть какие-то рандомные типы, и есть, соответственно, и есть, соответственно, ну, вот, какие-то вещи. А там уже корреляции между способностями, характером, работами, уже дальше можно проводить, понимаете, в чем дело. То есть, в этом плане-то самая база доказать то, что мы сейчас хотим сделать. Ну, вот. Ему это не надо, пишет Лунтикова. Если бы он захотел, он бы давно это сделал. Если бы он это сделал, Лунтик, если бы его метод показал эффективность, он был бы уже, блядь, богом соционики просто. Этот человек мог бы сделать соционику, в том числе академической дисциплиной, наукой, и к нему, как к основателю, ему, как к основателю этой соционики, приходило бы огромное количество заказов. Он бы буквально, блядь, миллионером стал в этот самый момент. Первая научно доказанная, блядь, соционика. Первая научно доказанная соционика. Тимур в мгновение ока, за год, становится, блядь, миллионером, нахуй. И ебет в рот панчина, зацовывает хуй в рот панчина. Это новый уровень. Это выход на новый уровень заработка, на новый уровень вообще работы. Это выход на совершенно другой уровень был бы. То есть, все нормально провести и доказать. Я не верю в то, что он не хочет. Мне кажется, он боится. Мне кажется, он уверен в своей методологии, но все же он побаивается. А вдруг, блядь, она проебется. Вот если она проебется, то я же проиграю тогда. И все. Если бы он был исследователем, которого реально интересует истинность своих положений, то здесь следовало бы рискнуть. И если его предположения неправильные, надо было бы дорабатывать свою теорию до тех пор, пока она не начнет показывать позитивные результаты. То есть, по-хорошему, даже... Ну, давайте так. Давайте так. Даже если бы в эксперименте сейчас он бы проебался, это бы просто бы значило, что он мог бы дальше продолжать... Дальше продолжать разрабатывать свою методологию. Вот. Понимаете? До того момента, пока она не начнет что-то предсказывать, с вероятностью выше 1 к 16, желательно до 100%. Вот. Лунтик пишет, что он ее постоянно дорабатывает. Да какая нахуй разница? Что он там дорабатывает? Есть никаких экспериментов? Нет. Есть никакой эффективности, мы не видим. То есть, когда архетип... Мне, кстати, например, идея... Идея каким-то образом разбирать вот эти социани... Блядь, соси нахуй! Социанические типы, да. Социанические, социанические типы. Вот, да. Разбирать эти социанические типы через, собственно, семантику, мне нравится. Это хорошая идея. Мне кажется, вот эта идея Тимура, она действительно... И, возможно, здесь что-то реально можно было бы нарыть, если бы он рыл. И, может быть, в контексте многолетних исследований можно было бы добиться позитивных результатов для социаники. Вот, вот. Вот что я думаю. Потому что реально люди, если они заранее не знают, как наебывать данную систему, да, какие семантические структуры необходимо сделать заранее, да, скорее всего, скорее всего, рано или... Ну, скорее всего, при первых опытах или при нескольких опытах он будет показывать один и тот же результат. Если он не будет знать, что менять, он будет произносить одни и те же формулировки, формулировать одни и те же мысли в разных, в общем-то, пропорциях, но они будут там встречаться. Скорее всего, эту корреляцию найти можно. Особенно, если постоянно проводить опыты, улучшать методы, ну, добавляя его с опытами, вот так вот сравнивать, вот здесь лучше, вот здесь хуже получилось. Если это все сделать крайне технично, действительно можно достигнуть позитивных результатов в соционике. Вот. Скорее всего, интуиция Тимура, да, то есть, несмотря на то, что вот там мы с ним поссорились, не поссорились, я не знаю, я к нему какой-то особой злобы не испытываю, вот. Эта интуиция Тимура, мне кажется, очень продуктивной в данной области. То есть, насколько я понимаю соционику вообще в целом, и насколько вот его предложение в, собственно, осмыслении этих самых типов является актуальным, мне кажется, оно является актуальным. То есть, это хорошее предположение, это рабочее предположение. Ну, я не уверен насчет того, что соционика, вот такая вот, даже с точки зрения семантики, сохраняется на всю жизнь, например, я не уверен, что, да, человек в 10 лет, человек в 20 лет, человек в 30 лет, человек в 50 лет, человек в 70 лет, покажет одни результаты по этой, собственно, схеме. Но для этого нужны еще дополнительные опыты, чтобы это подтвердить. Но, по крайней мере, утвердить тот факт, что один и тот же человек в один и тот же момент является представителем одного и того же типа с помощью вот этой семантики, возможно, вполне, и скорее всего, так или иначе, привести эту систему через семантику к повторяющимся результатам практическим вполне себе возможно. Вот. То есть, здесь Тимур реально молодец, интуиция у него хорошая. Давайте так, реально, у него очень хорошая интуиция в этом плане. Он прям вот взял и прочувствовал, 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 куда надо копать. Другой вопрос, правильно ли он накопал и насколько надо это, в общем-то, корректировать его копание. Отсутствие внятного теоретического обоснования метода и его изложения. Архетип использует семантический метод, суть которого заключается в анализе высказываний, вычленении из речи человека тех или иных аспектов, однако непонятно, почему именно этот метод позволяет точно определить социанический тип человека и достичь истины в этом вопросе. Обоснование этого отсутствует. Ну, неплохо было бы обосновать. С другой стороны, с другой стороны, с другой стороны, я уже вот рассказал о том, что как раз семантический подход здесь, наверное, один из наиболее непосредственно семантических метод. Мне кажется, это наоборот самое драгоценное, что есть у Тимура, по большей части. Вот. Это отличная, это отличная задумка на самом деле. И если мы разбиваем кого-то по типам, действительно, это может что-то показать. Обоснование хотелось бы. Обоснование хотелось бы, действительно. Почему именно на 16 типов? Почему они так именно конкретно работают? Не просто обоснование в виде объяснения самой теории. Потому что мы уже видели, как Uber Marginal нам объяснял, как Фалес доказывал. Вот видите, два как. Некрасиво составил предложение. Короче, Uber Marginal нам объяснял, как Фалес доказывал существование, в общем-то, нашей метафизической воды. И вместо того, чтобы аргументы какие-то предлагать, Marginal нам просто рассказал, какая точка зрения была у Фалеса. Это было смешное видео, на самом деле. Довольно парадоксальное видео, в котором Marginal рассказывает о том, что философы, вообще-то, они аргументировали свою позицию, но просто вместо аргументации Marginal предлагает нам саму их систему. То есть он говорит, что это филадоксия, но вместо как бы философии, он нам предлагает филадоксию вместо философии. То есть вместо доказательства он предлагает рассказ о системе Фалеса. И это печально, конечно. Так вот. Но самая главная, самая главная проблема состоит в том, что само описание метода отсутствует. Это да. То есть нет методологии семантического анализа, а все строится на интуитивном понимании астки аспектов. Но если это так, это реально хуево. Если больше методологии нет и больше ничему они не учат, это действительно очень плохо. Также проблема здесь в том, что границы с типологиями становятся очень плавающими, и один и тот же феномен может привязать к разным типологиям для оправдания результата типирования. Из этого следует, что у нас может быть сразу несколько непротиворечивых версий типа. Это говорит о несовершенстве типологии, отсутствии внятной связки между понятиями. Ну, кстати, вот Ирина выше сказала, что другая типология это просто другая типология. Я здесь не скорее согласен. В принципе, мы можем себе представить, что будет существовать несколько автономных и очень разных типологий, которые будут показывать в кавычках объективные, а то есть интерсубъективные результаты. Вот. С одной стороны. С одной стороны это важно. Но с другой стороны, если они претендуют на истинность своей типологии и претендуют на то, что истинности у других типологий нет, тогда это косяк. Вот. Как-то так. Здесь основной основной акцент следовало бы сделать на том, что они считают конкретно свою типологию истиной, а другие, допустим, ложной. Тогда это была бы проблема. А так, если другие типологии, они... Ну, вот. Ну, поняли, да? То, что теория работает на практике, не значит, что она истина. Ну, это верно. Это так и есть. Это элементарно разные вещи. Мы легко можем представить себе ложную концепцию, которая, тем не менее, приносит пользу и помогает людям. Ну, например, теория Ньютона. Так, да, да, помогает людям. Так-то самая примитивная соционика основывается на поведении, тоже помогает людям понять из себя определенные вещи. Тогда возникает вопрос, в чем нравится между двумя теориями, если они обе работают на практике? Так обе надо проверять, на мой взгляд, насколько они работают. Здесь очень важно указать на следующую вещь. Если человек не является мерилом истины, то он точно является мерилом практики. Согласен. Ведь таков критерий эффективной практики. Субъективное удовлетворение желаний и потребностей человека или группы людей. Из этого следует, что и соционика, какого-нибудь башко тоже работает, если его аудитория довольна, ей все понятно. Поэтому аргумент, что теория работает на практике, очень слабый. Но я бы сформулировал практику немножко по-другому. Я бы сформулировал практику немножко по-другому. То есть у нас должно быть какое-то желание, объективное, да, не просто субъективное желание того, что там, о, блядь, я хочу, чтобы у меня был определен тип. Да, там у нас должно быть объективное желание. Я хочу найти работу, например, на которой я смогу проявить себя наиболее эффективно. Вот, например. И одно из практических следствий соционики Тимура, в том числе, это и то, что ты сможешь найти работу, которая конкретно для тебя, скорее всего, окажется наиболее эффективной, и в ней ты сможешь проявить свои способности. Вот. Ну просто, на самом деле, да, не всякая вот такая вот штука, ну, например, плацебо. Плацебо, оно в каком-то смысле может быть и практично, но в чистом виде мы же все понимаем, что оно не работает так, как должно, и есть реально объективно хорошие, эффективные лекарства, которые вас лечат, да, очевидно. Наша цель лечиться наиболее эффективно, да, получается же, в данном случае, а не на плацебице. А, ну окей, тогда окей, это хорошо. Исходя из того, что факт социанических типов, так, исходя из того, из этого, тот факт, что социанические типы реально существуют, также не следует, поскольку мы можем просто принимать его за проявление того, к чему вообще не относится. Ну да, мы можем принять типы за что-то более сложное, действительно. То есть, возможно, есть какие-то более сложные аспекты внутреннего нашего, в общем-то, мира, которые, соответственно, проявляются в этих самых типах, допустим, да. Но типов самих по себе не существует, это просто очередной наш костырь упрощения для описания внутренней жизни, в общем-то, человеческих суссест. Различия соционики как чисто практические инструменты, как концепции, претендующие на истину. На мой взгляд, это два подхода рассмотрения, использования одного и того же. Если мы берем соционику чисто как описательную модель и накладываем ее на людей для оказания им помощи в определенных вопросах, например, профориентации, понимании себя, то это одно дело и требует обоснования одного уровня. Ну, если же мы претендуем на то, что соционические типы реально существуют и мы их фиксируем, запятая, да, переды, то это гораздо более сильная претензия, требующая более весомых доказательств, чем, ну, на практике же работает. В первом случае нам достаточно простой обратной связи от клиентов и того, чтобы их субъективные желания были удовлетворены. Ну, вот мне кажется, здесь недостаточно. Понимаете, в чем дело? Быть здоровым это тоже относительно ваше субъективное желание. Я хочу быть здоровым, да, я не хочу, чтобы у меня астма была, я не хочу задохнуться ночью, например. Вот. Есть лекарства, которые в этом помогают, соответственно. Если я просто буду лежать на кровати и меня какой-нибудь дядька убедит в том, что ты не задохнешься ночью, дорогой, все будет хорошо, а я в итоге задохнусь, ну, блядь, это будет непрактично. Хотя субъективно я, может быть, буду доволен некоторое время. До тех пор, пока не задохнусь, я буду доволен. В чем изначальная тема статьи? Критика соционики, в общем-то, архетипа, ну, вот Тимура, там не Тимура. Но тут проблема в том, что психология сложнее доказательства позже, чем в медицине. Ну, понял. Доказательства пользы сложнее, чем в медицине, действительно. Но приблизительно работает это так же. У вас есть какой-то недуг или какое-то желание, Вячеслав, понимаете, да? Вы хотите устроиться на наиболее эффективную работу, вы хотите лучше коммуницировать с людьми, вы хотите лучше делать то, вы хотите лучше делать все, понимаете, да? То есть здесь тоже можно сформировать определенную модель, которая будет говорить о том, что произошел некоторый объективный прорыв, объективный прорыв, и вам, например, стало легче коммуницировать. Если вы сами субъективно думаете, что вы лучше стали коммуницировать, но на самом деле вы ведете себя как лунтик, например, ну, такое себе, да, так скажем. А если вы реально по каким-то объективным критериям начали лучше коммуницировать, то есть вы научились более последовательно выражать свои мысли, вы лучше знаете свои слабости в общении с людьми, вы знаете свои сильные стороны в общении с людьми, вы знаете, когда применяют свои сильные и слабые стороны. У вас с большим количеством людей складывается наилучшее общение, коммуникация, что вы можете замерить. То есть, ну, например, вы берете выборку из 10 девушек до того, как вы прошли определенную методику, вы начинаете с ними разговаривать, они, допустим, вас посылают все нахуй. А потом вы берете эту нашу методику, из 10 женщин вас всего лишь 5 посылают нахуй, допустим, да? Ну вот. В каком-то смысле на довольно маленькой выборке это подтвердит, что ваш уровень коммуникации стал лучше. Хотя это может быть и удача, поскольку тут всего 20 женщин было припринято, взято, в общем-то, рассмотрено, да? Все равно есть, конечно, шанс ошибки, но вы можете как-то это вот проконтролировать. Не только по своим внутренним ощущениям, но и по каким-то другим дополнительным материалам.